Субтитры создавал DimaTorzok То не найдете ему наставителя Мире благословения Последнему пророку и посланнику Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям И всем тем, кто последовали за ним до судного дня О те, которые уверовали Бойтесь Аллаха субханаху ата'аля должным образом И не умирайте, иначе как будучи мусульманами О те, которые уверовали Бойтесь Аллаха и говорите правду Говорите правдивое слово Аллах исправит ваше положение И просит вам ваши грехи Поистине тот, кто повинуется Аллаху и его посланнику Преуспеет огромным и великим преуспеянием О те, которые уверовали Всевышний Аллах субханаху ата'аля Создал человека Аллах поселил его на земле Дал ему пропитание Создал для него пару И от мужчины и от женщины Всевышний Аллах Распространил все человечество Но для того, чтобы это человечество жило в гармонии Жило в порядке Всевышний Аллах не спасал для них писания И на протяжении всей жизни земли И этого мира Всевышний Аллах субханаху ата'аля Неперестанно Отправлял пророков Посланников И не спосылал для них Писания Откровения Руководство для их жизни Начинает от Адама алейхиссалям Заканчивая пророком Мухаммадом Салаллаху алейхи вассалям Они все приходили На эту землю С одной лишь Одной единственной миссией Для того, чтобы Людям Указать прямой путь Указать путь к Аллаху субханаху ата'аля Путь, который желает видеть Аллах И для поддержки их Аллах субханаху ата'аля Неспосылал писания Писаний было много Но одни из самых ярких писаний Это Тора Псалтырь Евангелие И Кур'ан Всевышний Аллах субханаху ата'аля Использовал различные методы Для того, чтобы донести до людей Свой свет Донести до людей Истину Ведь Всевышний Аллах субханаху ата'аля Поселив людей на земле Для того, чтобы они не жили в хаосе Для того, чтобы они знали, что их ждет сегодня и завтра Всевышний Аллах субханаху ата'аля Отправлял писание И отправлял писание, которое было для них руководством И отправлял учителей пророков, которые объясняли эти тексты И вот последним пророком и посланником был Мухаммад салаллаху ата'аля Всевышний Аллах субханаху ата'аля Даже не ограничился Мухаммадом салаллаху алейсалям и Кураном И использовал разные другие методы Для того, чтобы обучить нас Обучить поколение, которое было до нас И которое будет после нас Обучить тому, что желает видеть от них Аллах субханаху ата'аля В хадисе, который передает Амар-блин-Хаттаб ради Аллаху ата'ал Посланник Аллаха салаллаху алейсалям Однажды сидел вместе с подвижниками И среди них был Амар-блин-Хаттаб ради Аллаху ата'ал Вот так они с подвижниками окружали посланника Аллаха салаллаху алейсалям Часто проводили свое драгоценное время вместе с ним Для того, чтобы больше узнать Больше узнать ислама И вот неожиданно перед ними появляется человек Этого человека никто не знает Его одежда была очень чистой, белой, выглаженной То есть на нем не было следов того, что он прибыл издалека Его волосы были черными И вот он подошел к посланнику Аллаха салаллаху алейсалям Амар-блин-Хаттаб говорит, никто из нас его не знал А если никто его из нас не знал, значит он должен был прийти издалека А если бы он пришел издалека, то обязательно на нем были бы следы путника То есть помятая одежда, грязная одежда, либо же растрепанный волос Но нет Он перед ними пристал Необычайно белой одеждой С черными волосами И вот он подошел к посланнику Аллаха салаллаху алейсалям Сел перед ним Настолько близко, что его колени Колени этого человека Прикоснулись к коленям посланника Аллаха салаллаху алейсалям Он положил свои руки себе на бедра И начал спрашивать Мухаммада Начал спрашивать пророка Мухаммада салаллаху алейсалям И говорит, о Мухаммад Что такое ислам? Расскажи мне об исламе Тогда посланник Аллаха салаллаху алейсалям Очень кратко Но емко ответил Ислам Это свидетельство человека В том, что Аллах субханаху ата'аля Является Господом Небеси Земли Это свидетельство того, что нет божества Кроме Аллаха достойного поклонения И что Мухаммад То есть я, Мухаммад Является его рабом и посланником Это выстаивание пятикратной молитвы Это выплата заката, милостыни Богатых в пользу бедных Это пост месяц Рамаван Один раз в год И это совершение паломничества К Дому Аллаха Каби Один раз в жизни, если у человека есть на это возможность Тогда спрашивающий сказал О Мухаммад и сказал правду Все сподвижники удивились Удивились тому, что он спрашивает Да еще и подтверждает Правоту пророка Мухаммада салаллаху алейсалям Тогда он его вновь спросил и сказал О Мухаммад Расскажи мне об имане Расскажи мне о вере Что такое вера Тогда посланник Аллаха салаллаху алейсалям Вновь кратко Но емко отвечает Он говорит Это вера в Аллаха Это вера в Ангелов Вера во всех пророков Вера в Писание Во все Писания Начиная От Торы Заканчивая Кураном И другими Писаниями Это вера в судный день И вера в предопределение Как хорошее, так и злое Тогда этот человек Вновь сказал О Мухаммад И сказал правду Тогда он вновь его спрашивает И говорит О Мухаммад Расскажи мне об Ихсане Расскажи мне Что такое добро Либо же Ихсан Добросердечие Тогда посланник Аллаха Салаллаху алейсалям Говорит Это поклонение Аллаху так Как будто бы ты его видишь Но если ты его не видишь То ты осознаешь И понимаешь Что он видит тебя Он говорит О Мухаммад Расскажи мне о часе Когда наступит судный день И тогда пророк Мухаммад говорит Ни я Ни ты Который спрашивает Мы не знаем об этом Никто не знает Когда наступит судный день Но все в нем убеждены Тогда есть признаки у этого дня И он говорит О Мухаммад Расскажи мне о признаках этого часа Тогда посланник Аллаха Салаллаху алейхи вассалям Рассказал ему Яркие три признака Он сказал Ты увидишь Как Рабыня родит госпожу Ты увидишь Как бедные Босые Наги Либо же Наги Они Будут соревноваться В постройке Высотных домов Тогда этот человек Услышав это Он развернулся И ушел Омар Бл-Хаттаб Говорит Через какое-то время Ко мне поворачивается Пророк Мухаммад Салаллаху алейхи вассалям И говорит О Джибриил Вернее он говорит О Омар Знаешь ли Кто это был Тогда Омар Бл-Хаттаб Ради Аллаху алейхи Говорит Аллах Его посланник Знает лучше И тогда посланник Аллаха Салаллаху алейхи вассалям Сказал Это Джибриил Который пришел Научить вас Вашей религии Всевышний Аллах Субханаху ата'алла Отправил Джибрииля Гавриила Для того Чтобы он Научил нас Нашей религии Путем Диалога С посланником Аллаха Салаллаху алейхи вассалям Этот хадис Называется Хадис Джибрииля Это хадис Который Объемлил В себе Либо же Охватил в себе Весь ислам Все степени Религии Все степени Религии Ислам Он объемлит В себе Важные Важные Качества Либо же Важные свойства Где оно И как оно Проявляется Ислам Это не слова Которые мы Утверждаем Ислам Это не Когда мы Утверждаем Что он У нас В сердце Нет Ислам Зарождается В сердце Затем Он проявляется На устах И на поступках И на делах И это же Выражается В хадисе Посланника Аллаха Салаллаху алейхи вассалям Посланник Аллаха Салаллаху алейхи вассалям Когда говорит Об исламе Он говорит Ислам И перечистил Пять его Важных Столпов Посланник Аллаха Салаллаху алейхи вассалям Говорит Это свидетельство Ислам Начинается Первое С убеждения Души С убеждения Сердца Кто такой Аллах Кто Создатель Небеси Земли И поэтому Посланник Аллаха Салаллаху алейхи вассалям Говорит Это твое Убеждение И твое Свидетельство Что нет Божества Достойного Поклонения Кроме Аллаха Аллах Один Сотворил Небеса И землю Аллах Один Кто Управляет Этим Всем И раз Аллах Один Это все Сделал Значит Он заслуживает Того Чтобы Только Его Благодарили Только Его Восхваляли И только Ему Поклонялись Всевышний Аллах Обладает Прекрасными Именами И качествами Которыми Он Написал Себя В Куране И в Сунне И в этом всем Он Один Когда Верующий Это Понимает Разумом Принимает Душой То Оно Выливается Где Выливается На Уста Если Оно Вылилось На Уста Значит Все Что Мы Сказали Должно Подтвердить Наши Органы Это А Затем Свидетельство Что Мухаммад Является Пророком Рабом Аллаха И его Посланником Мухаммад Это Учитель Мухаммад Это Пример Для Подражания И Пример Тому За Кем Мы Должны Следовать Обратите Внимание Когда Мы Сказали Аллах Нет Божества Кроме Него Мы Говорим Что Мухаммад Его Раб Мы Не Говорим Что Мухаммад Он Бог Мы Не Говорим Что Мухаммад Это Святой Человек Который Заслуживает Того Чтобы Ему Молились Заслуживает Мольбы Упования Страха Любви Надежды Только Всевышний Аллах А Затем Когда Человек Скажет Это Своими Устами После Того Как Это Войдет В Его Душу Это Проявляется В Следующий Столб И Это Совершение Пятикратной Молитвы Каждый Мусульманин Он Понимает Что Совершение Молитвы Пятикратной Является Его Обязанностью И Он Говорит Я Мусульманин И После Этого Он Не Забывает Этого И Он Выполняет Предписание Всевышнего Аллаха Ведь К этому Подталкивает Его Убеждение И Его Вера Ведь До Этого Он Осознал Принял Душой И Засвидетельствовал Что Аллах Один Что Мухаммад Его Пророк И Посланник Значит Он Поклоняется Одному Аллаху И Поклоняется Так Как Мухаммад Научил Его Не Так Как Каждый Из Нас Захотел Или Так Как Каждого Нашего Традиция Это Мучить Нет Все Мусульмане Молятся Одинаково И Берут Пример Своей Молитвы Тому С того Как Молился Посланник Аллах Мусульмане Совершают Пять Молитв Пять Молитв Является Очищением Его Его Души Ежедневно Пророк Мухаммад Салаллах Сказал Если бы У Вашего Дома Протекала Река И Вы Пять Раз В день Купались Бы В ней На Вас Осталась Быть Грязь Тогда Сказали Люди Нет Конечно Это Был бы Самый Чистый Человек Тогда Посланник Аллах Салаллах Сказал Так же Действует Пятикратная Молитва На Верующего Она Очищает Его Душу Пятикратная Молитва Очищает Человек От Грехов Каждый Человек Грешен Пророк Мухаммад Салаллах 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 Говорит Все Сыны Адама Все Люди Грешат Но Лучшие Среди Них Те Которые Быстро Каятся И Вот Молитва Намаз Является Важным Средством Очищения Души Все люди Говорят Самое главное Чтоб Душа Была Чиста Хорошо А как Ее Чистить Чем Ее Чистить Просто Сказать Нет У меня Душа Чистая Это Всего Лишь Сам Обман Душа Очищается Посредством Поклонения Молитвы И Покаянию Перед Севышним Аллахом И Это Все Собрала Себя Пятикратная Молитва Мусульман Затем Посланник Аллах Ассалям Сказал Пост Месяц Рамаван Пост Месяц Рамаван Очищает Не Только Душу И Тело Человека Это Закат Милостыня Баланс В Обществе Посмотрите Каждый Из нас Сидящий Здесь Кто-то Из нас Не знает Куда Потратить Деньги А кто-то Из нас Думает Как же Купить Хлеб На что Прокормить Свою Семью Это Сунна Аллаха Закон Всевышнего В этом мире Кому-то Он дал Богатство Кому-то Дал Бедность Не Потому Что Он Любит Одного И Ненавидит Другого Нет Он Испытывает Одного И Другого Богатого Испытывает На Его Щедрость На Его Благодатность Всевышнему Аллаху А Бедного Испытывает На Терпение И вот Всевышний Аллах Предписал Закат Милостыню Обязательную Раз в год Каждому Богатому Чтобы он Выплачивал Не имамом В мечети Выплачивал Не муфтием Либо же Не выплачивал Каким-то Авторитетом Или В какую-то Казну Нет Всевышний Аллах Субхану Атаалю Упомянул Восемь категорий Восемь Восемь категорий Куда входят Бедные Нуждающиеся Путники И Аллах Субхану Атаалю Предписал Чтобы верующий Платил им Для того Чтобы этот баланс В обществе Выровнялся Чтобы Бедный Мог насытиться Богатый Чтобы он Мог проявить Щедрость Благодарность Всевышнему Аллаху И последнее Это Хадж Когда мусульманин Один раз в год В жизни Выполняет Хадж Один раз В жизни Но при условии Если у него Будет на это Физическая Материальная Возможность Посланник Прощающим Милосердия Посланник Аллаху Салаллаху Салам В хадисе Рассказывает О вере Имане Что это Такое И он В шести Предложениях Либо же В шести Абзацах Либо же Пунктах Это Это Является Основа Имана Он Объемлил Чтобы Твоя Вера Была Полноценна Во что Ты должен Верить Посланник Аллаха Салам Говорит Это Вера В Аллаха Это Вера В Аллаха Вера В ангелов Вера Аллаха Включает В себя Как мы Упоминали Вера В то Что Он Один Создал Небеса И землю И управляет Этим Вера В то Что Он Один Заслуживает Того Чтобы Его За Это Благодарили Он Один Никто Наряду С Ним Не заслуживает Ни святые Ни пророки Ни ангел Никто Он Один Он Один Заслуживает Поклонения Тому Чтобы Мы Поклонялись Ему Одному И Он Один Обладает Прекрасными Именами Качествами Он Не похож На свое Творение И творение Не похоже На Нем Аллах Говорит Нет Подобного Ему И он Слышащий Видящий Вера в Ангелов Вера в Ангелов Включает Себе То Чтобы Верующий Верил В то Что Ангелы Существуют И Они Рабы Аллаха На Небесах Они Созданы Из Света И Они Выполняют Беспрекословно Его Повеление Ангелы Это Не Не Женский Пол Который Часто Люди Привыкли Себе Очертать Их Описывать Их Ангелы Это Рабы Аллаха Которые Являются По величине Очень Сильными И Огромными У Аллаха Субханаху Ата'аля Рабы На Небесах И На Земле И Войско Аллаха На Небесах И На Земле В каждом Месте Найдется Тот Кто Будет Восхвалять Его Нет Ни Одного Места На Земле Где бы Его Не Восхваляли На Небесах Его Восхваляют Ангелы На Земле Его Восхваляют Праведные Его Рабы Которые Не Приобщают К Нему Равных А Если Среди Людей Нет Таковых Тогда Восхваляют Его Животные Птицы Насекомые И Те Кто Над Землей И Под Землей И Те Кто В Море Лепесток С Дерева Не Падает Без Его Ведома Солнце Не Встает Без Его Ведома И Не Садится Без Его Ведома Ветер Не Поднимает Листок Земли Без Его Ведома Капля Дождя Не Падает Без Его Ведома Все Что На Небесах И На Земле Покорно Лишь Ему И Лишь Один Вопрос Где В этих Среди Этих Покорных Где Человек Где Он И Пусть Каждый Задаст Себе Этот Вопрос Вера Иман Включает Себя Вера В Аллаха Вера В Ангела Вера Во Все Предыдущие Писания Мы Мусульмане Должны Верить Во Все Писания Начиная С Адама Алейхиссалям Заканчивая Пророку Мухаммадом Сколько Бы Писаний Не Было Они Все От Аллаха И Каждое Писание Оно Подтверждает Другое Предыдущее Писание Но Наш Закон И Наше Руководство Согласно Последнему Писанию Корану Которое Неискажено И Которое Останется До Судного Дня Неискажено Вера Во всех Пророков Включает Себя Иман Вера Начинает От Адама Алейхиссалям Заканчивая Пророком Мухаммадом Салаллах И Иисус Алейхиссалям Он Также Пророк Аллаха Его Посланник Мы Его Любим Так же Как Мусу Алейхиссалям Так же Как Мухаммада Салаллах Мы Говорим Что Он Раб Аллаха Его Посланник Мы Не Говорим Что Он Сын Аллаха Мы Не Говорим Что Он Бог Потому Что Бог Один А Все Что Кроме Него Это Его Творение Его Рабы Мы Верим И Каждый Мусульманин Должен Верить В Что Судный День Настанет И Это Включает Себя Вера У Всего Есть Начало Есть Конец У Твоей Жизни Есть Начало Есть Конец У Любого Родившегося Придет Конец У Этого Мира Так же Конец Означает Не Все Остановится И Забудется Нет Конец Означает Все Остановится Для Того Чтобы Все Вспомнить Что Мы Творили И Что Мы Делали Для Того Чтобы Справедливость Восторжествовала Для Того Чтобы Каждый Из Нас Отвечал За То Что Он Делал В Этем Мир На Что Он Потратил Свою Молодость На Что Он Потратил Свой Возраст На Что Он Потратил Своё Богатство Имущество Знания Потратил Он Для Того Чтобы Найти Всевышнего Для Того Чтобы Быть Покорным Ему В этом мире Либо Для Того Чтобы Просто Его Жизнь Пролетела Судный День Это Истина И Он Наступит И В это Должен Верить Каждый Мусульманин И К этому Дню Готовится Готовится Не словами Инша Аллах В рай Попаду Нет Твои Деяния Это Показатель Попадешь Ты в рай Или нет Не пустые Надежды Аллах Простит Я попрошу Аллах Простит Нет Ты должен Сделать А потом Надеяться И Вера В Предопределение Вера В Судьбу Шестой Столб Имана Вера В Судьбу Это К сожалению То Что Не хватает Многим Сегодня А Вера В Судьбу Означает Все Хорошее И Плохое Что Нас Постигает Это Все От Всевышнего Верующий Понимая Это Он Преодолевает Все Свои Трудности В Жизни Согласно Своей Вере Есть Люди Которые Потеряли Близкого И Говорят За Что Мне Это Несправедливость На Земле О Аллах Почему Ты Забрал У Меня Этого Человека И Начинают Ругать И Себя И Близких И Судьбу И Всевышнего И Всех Этот Человек Не Понимает Все Что От Аллаха Пришло К Нему И Вернется Ничто Нам Не Принадлежит Ничто Нам Не Принадлежит И Поэтому Правдивый Праведный Верующий Когда Его Постигает Что Либо Дурное А Дурное Означает То Что Ему Не Нравится Потеря Близкого Потерял Имущество Потерял Работу И Его Постигла Бедность Что Он Говорит В Этот Момент Поистине Мы Принадлежим К Аллаху И К Нему Наше Возвращение Я Доволен О Аллах Тем Что Ты Мне Предопределил А Если Трудно То Я Пройду Эту Трудность Вместе С Тобой О Аллах Это Означает Вера В Судьбу И Самое Последнее Из Степеней Религии Это Ихсан Посланник Аллаха Салам Говорит Поклоняться Аллаху Так Как будто Ты Видишь Его А если Ты Не Видишь Его То Осознание И Знание Того Что Он Видит Тебя Это Высшая Степень Ислама Высшая Степень Религии В этом Хадисе Посланник Аллаху Салам Упомянул Три Степени Религии У религии Есть Три Степени Первая Это Ислам Вторая Это Иман И третья Высшая Это Ихсан Когда Человек И Сердцем И Своими Органами Достиг Такого Уровня Что Он Всегда Осознает Любой Свой Поступок Или Поклоняется Аллаху Или Делает Доброе Дело Или Оставляет Дурное Дело Он Всегда Ощущает Того Что Аллах Наблюдает Заня Он Не Делает Дурное Потому Что Чувствует Что Аллах Видит Его Он Делает Искренне Предписание Намаз Закат Хадж Так Как будто Он Пришло Время Намаза Быстренько Сделаю Либо Чтобы Галочка Была Нет И поэтому Мы часто Удивляемся Почему У нас Ислам Один А мы Все Разные Почему Ислам Один А мы Все Разные Почему Ислам Такой Идеалин А мы Все Разные Кто-то Из нас Может Обмануть Кто-то Из нас Может Не Почитать Намаз Кто-то Из Нас Может Быть Жадным Скупым Почему Мы Разные Только Потому Что Ислам Ислам Как Религия У него Есть Три Степени Кто-то Из нас Еще На Первый Где-то Болтается Внизу Он Всего Лишь Что Сделал Он Всего Лишь Покорился Аллаху Он Всего Лишь Осознал И Принял Что Аллах Творец Небес И Земли И Совершает Намаз Да Одевает Хиджак И Все На Этом Уровне Остановился Когда Душой Этим Пропитается Тогда Он Перейдет На Вторую Степень Это Иман И Поэтому Посланник Аллаха Во второй Степени Все Упомянул Из Деяний Сердца Вера В Аллаха Вера В Ангела Вера В Пророка Вера В Суднодель И Когда Он Пропитается Этой Второй Степенью Тогда Всевышний Аллах Субхан Аху Ата Позволит Ему Достичь Уровня И Ихсана И пусть Аллах Субхан Ата Сделает Каждого Из Нас Из Этой Степени Ислам Не Означает Сказать Я Мусульманин И Остановиться И Ходить Кичиться Этим Нет Ислам Это Означает Каждый День Работать Над Собой Каждый День Стать Лучше Верой В первую Очередь А потом Нравом Ахляком Если Каждый День Ты Стал Лучше Значит Ты Победил Этот День Если В этот День Ты Стал Хуже Значит Ты Проиграл И Самое Главное Это Все Делается Для Того Чтобы Подготовиться К Часу О Котором Спросили Пророка Мухаммада Подготовиться К Судному Дню Признаки Эти Пропосланник Аллаха Салам Описал Хадис Рабыня Родит Госпожу У Эти Фразы Есть Много Толкований Одна Из Толкований Это Когда Мать Родит Ребенка Но В Взаимоотношении Детей С Родителями Эта Мать Будет Подобна Рабыни А Ее Дети Будут Госпожой Который Будет Провышать Голос Приказывать Тычить И Тому Подобное И Мы Видим Это Время Когда Матерей Не Уважают Когда Повышают Голос На Мать Кричат На Мать Не Дай Лаги Еще Поднимают И Руку Мы Видим Это Время Пришло Мы Можем Видеть Когда Мы Приходим В Мечеть Мы Уважительны К друг Другу Уважительно Возможно К Женам Но Когда Доходят Родители Нас Как Будто Поменяют Нас Как Будто Поменяют Мы Становимся Суровыми Жесткими Кривыми А Когда Мы Разговариваем С Братьями Или Разговариваем С Женами То Мягкие Хотя Должно Быть Наоборот В первую Очередь Заслуживает Мягкость И Уважение Это Родители Мать В первую Очередь Затем Отец И Один Из Признаков Судного Дня Уже Есть Посланник Аллаха С Говорит Босы Обнаженные То есть Означают Бедные Люди Которые Не имеют Ничего Одеть На себя Ходят Босоногие Пройдет Времена Когда Они Станут Богатыми И Они Будут Соревноваться В Постройке Высотных Домов И Мы Сегодня Видим Посмотрите Арабские Страны Они были Вчера Со 7 лет 50 100 Назад Это были Самыми Бедными Странами Где Жители Мекки И Медины Жили За счет Паломников Паломники Приезжали Их Кормили Сегодня Мы Видим Что Аллах Дал Барака Дал Рыск И Те Которые Вчера Были Бедными Сегодня Одеты И Они Соревнуются Кто Выше Построит У Кого Будет Самая Высокое Здание В мире Это Время Пришло И Поэтому Час Близок Судный День Близок Но Каждый Из Нас Должен Для Себя Сделать Вывод Как Я Встречу Завтра Аллаха А Самое Главное С чем Я Встречу Аллаха С Иманом С Исламом С Ихсаном Либо Я Приду Пустой И Скажу Аллах На Тебя Не Было Время Я Прошу Аллаха С Субхан Аху Аталя Чтобы Он Научил Нас Нашей Религии Дал Нам Стойкости В нашей Религии Дал Нам Правильного Понимания Ислама И Сделал Нас Крепкими Верой Прекрасными Нравами Я Прошу Аллаха Субхан Аталя Простить Нам Наши Грехи Явные Тайны Аллах Продолжение следует...